Через тот же объектив мы собираем флуоресцентный сигнал и детектируем сигнал фотоумножителем и записываем затухание флуоресценции методом счетов потомок. Я думаю, что многим из вас знакома такая вот кинетика затухания. Я показывала его два слайда назад тоже. Вот такую кинетику затухания можно описать моно или би или многоэксперенциальной зависимостью. И результат вот этого фитинга, результат описания – это время жизни. То есть в каждой точке пространства этой картинки мы видим вот такую кинетическую затухание и мы можем приписать к этому методу картинки время жизни. А значит, мы знаем вязкость, потому что наш популярный ротор зависит только от вязкости. Ну, в принципе, мы подготовили нашу систему к тому, чтобы изучать наши самые интересные объекты – клетки. Но прежде чем я поступлю к описанию нашей работы в клетки, я бы хотела рассказать про немного более простые модельные системы, которые состоят только из липидов. Потому что их немного проще понять, но с другой стороны, они показывают нам официально, как работает наш клеток. Первая наша модельная система – это липидные михопузырьки. Некоторые из вас, может быть, знают, что это реально малюсенькие пузырьки воздуха, которые окружены оболочкой из какого-нибудь поверхностно-активного вещества, например, липиды. Но для чего эти пузырьки важны? Они используются как очень важный контрастный агент в ультразвуковом имиджнике. То есть можно просто сто или тысячу раз усилить сигнал от ультразвукового имиджника путем потребления этих пузырьков. Почему это происходит? Когда мы прикладываем ультразвук, оболочек пузырьков, которые сделаны из липидов, начинает колебаться, и эти колебания создают волны, которые можно детектировать с гораздо большим контрастом, чем просто сигнал от ткани, ничем не окрашенный. Но, конечно, вы понимаете, что колебания вот этой оболочки микропузырька зависят от вязкости или эластичности микрооболочки. То есть перед нами встал вопрос, как мы можем определить вязкость этой липидной пленки вокруг микропузырька. И зависит ли она от состава, и приемли это как-то на полезные свойства наших микропузырьков. Так что мы включили наш роток бодипит, про который я уже рассказала, в оболочку микропузырька, и потом мы можем детектировать фрорисцентные имиджи конфокальной микроскопии, и, самое главное, микроскопии клип. Вот, например, одна такая картинка. Здесь мы видим два микропузырька примерно одинакового размера, окруженная оболочка из одного и того же липи. Но если мы посмотрим на распределение времен жизни в этой картинке, мы увидим, что два микропузырька очень-очень разные по времени жизни. Один из микропузырьков примерно 3,2 нс, другой 4,3 нс. То есть очень большое различие по вязкости. Мы видим различие практически в два раза. 600 сантиплаз или 1100 сантиплаз. То есть этот метод позволяет нам впервые детектировать разницу в эластичности двух на вид совершенно одинаковых микропузырьков. И, в общем, наши коллеги из Оксферда, которые консультируют нас во вводу микропузырьков, очень заинтересовались этим методом. Более того, мы можем за один эксперимент изучать множество таких микропузырьков и определить распределение вязкости в их оболочке. И, например, посмотреть на микропузырькир отличного состава. Вот здесь два разных липиды, которые оба используются в клинической практике. Но один из них используется более, другой менее. Вот наше измерение показывает, что, в принципе, в эластичности между ними разница совершенно нет. Вот другой пример, немного более сложный для обработки данных. Но здесь мы смотрим на имидж, где у микропузырьков очень большая концентрация. И в связи с этим получается, что микропузырьки дотрагиваются друг до друга. То есть у нас получается взаимодействие оболочек. Важно ли это? Мы считаем, что это важно, потому что, когда мы вкалываем микропузырьки к центру, при имиджинге ультразвукового, то мы вкалываем микропузырьки большой концентрации. И они все друг другу касаются в оболочке. Кроме того, когда уже микропузырьки в токе крови, они тоже дотрагиваются до стенок клеток, до стенок сосудов и так далее. То есть это может быть важно. Что мы здесь видим? Я не буду входить в подробности, собственно, данных, но мы обработали данные времен жизни. И что мы увидели? Что когда кузырьки дотрагиваются до других кузырьков, кажется, что вязкость их оболочки значительно понижается. То есть здесь мы показываем нашу картинку в так называемой сейсмической скоре времен жизни. Если время жизни меньше трех в трех на секунду, то оно у нас оказывается синим. А если выше трех в трех, то оно оказывается красным. Вы здесь очень четко на этой картинке можете видеть, что где есть контакт одной пленки липиды к другой, мы видим синий цвет. А где нет контакта, цвет красный. То есть, опять же, первый раз за историю изучения микро-пузырьков кому-то удалось и видеть, что не только разные кузырьки обладают различной эластичностью и вязкостью, но, кроме того, взаимодействие с окружающей средой и липидами может влиять на их свойства эластичность. Второй пример модели системы – это более уже близко к клетке. Здесь у нас двойной слой липидов. То есть, это примерно так, как устроена пазматическая мембрана вокруг нашей клетки. Что здесь мы можем сделать? Мы опять вводим свою метку BODYP, которая идет в хвосты липидной мембраны, и мы можем зарегистрировать время жизни. Мы можем это сделать для различных липидов различного строения, и мы можем это сделать при различной температуре. Что мы при этом видим? Например, мы можем видеть фазовый переход. Вот здесь для этого липидов в 41 градус он переходит из жидкого состояния, это состояние, которое присутствует в нашей эластичной мембране каждой клетки, в гелевое твердое состояние. И мы видим это путем наблюдения за флоризацией нашей кинопринальной крови. То есть, для каждой температуры, вот по шкале Х, мы можем наблюдать для каждого из этих липидов определенное время жизни, которое мы можем по нашему калибровочному графику превратить в вязкость. То есть, для каждой температуры, для каждого липида мы можем назвать значение вязкости. Я просто обращу ваше внимание, что если мы работаем при комнатной температуре или при 37 градусах, то мы вот в этой примерно области, и получается вязкость мы ожидаем от 100 до 200 сантимуаз, вкладывая системы, которые напоминают мембрану, плазматическую мембрану наших клеток. Конечно, вот эти вот малюсенькие липосомы, визикулы, которые мы делаем из липидов, они очень маленькие для диаметра. Всего 200 нанометров диаметра. То есть, мы их не можем разрешить, индивидуальные визикулы, путем оптической микроскопии. Но, конечно же, мы можем сделать гигантские визикулы. И если мы сделаем такие визикулы, то задача становится более интересной. Теперь мы можем смешать липиды различного состава, как это, собственно, и происходит в лизматическом мембране нашей клетки. И если мы вправили область фазовой диаграммы, мы можем ожидать, что у нас получится в одной вот такой визикуле смесь фаз. Например, жидко-неупорядоченная фаза и жидко-упорядоченная фаза. И считается, что это очень интересная задача, потому что упорядоченная фаза напоминает нам так называемые липидные рафты. Это те маленькие образования, более плотной структуры, которые считаются, которые считаются принимать очень важную роль в различных биологических процессах. Действительно, мы можем сделать такой эксперимент. Вот здесь одна такая визикула. У нее есть две различных фазы. И каждая из фаз характеризуется определенным значением затухания и времени жизни. И каждому этому значению мы можем описать вязкость. Вот здесь вязкость изменяется от 370 сантиметра до 810 сантиметра. И опять же, это первое измерение вязкости вязкость вот в таком составе смешанных фазов. Теперь расскажу вам о измерениях в клетках. Мы можем ввести нашу метку в просто клеточную питательную среду. И когда мы наблюдаем на наших картинках, что через некоторое время наши молекулы принесли в клетки. Как вы здесь видите, плазматическая вибрана не окрашена. Я вернусь к этому вопросу немножко попозже. Конечно, нам хочется очень наблюдать за плазматической вибраной клетки. Но здесь, что мы видим, что липидные капли внутри клетки очень хорошо окрашены в нашей молекуле. Здесь мы можем получить значение затухания и флюористации в каждой точке нашей картинки. И время жизни, если мы все их положим на эту кривую, мы получим гистограмму распределения времен жизни в клетке, которая дает нам среднее значение вязкости примерно 140 санцепуаз. То есть похоже на модельную систему, как я описывала несколько слайдов назад. То есть вязкость мембран в нашей клетке в 100 раз больше, по крайней мере, чем в воде. Примерно 140 санцепуаз. Немного позже мы посмотрели на эту систему с большим вниманием и деталем. И сделали мы это путем накопления большего числа патонов. То есть просто дольше у нас заняло времени накапливать картинку в плейд. И здесь кинетика затухания продолжает быть моноэкспоненциальной. Но здесь мы видим, что гистограммы распределения не совсем симметричны. У нас есть основной пик, который говорит нам о вязкости 140 санцепуаз. А есть еще и вторичный пик, показанный здесь розовым цветом, который дает нам вязкость 260 санцепуаз. И мы считаем, что вот эти два цвета они определенно распределены в клетке. Они соответствуют каким-то органеллам. Например, вот желтый цвет, это либо эндосомы, которые образовались в результате эндоцитоза в нашей метки в клетку, либо липидные капли. А розовый цвет более диффузно распределен в клетке. Мы точно не знаем, что это за органелла, но скорее всего это плазматический диффузно. Я упомянула о том, что нам больше всего хотелось покрасить плазматическую мембрану нашей клетки. С первой меткой, которую я вам показала, нам это не удалось. Клетки решили полностью всю эту метку забрать внутрь. И плазматическая мембрана была не окрашена. Но, к счастью, один из моих сотрудников по здоровой группе, которого зовут Ишмайот, Лопес-Дуарте, не сдался на этом. Очень талантливый синтетический химик. И он предложил новую структуру нашей метки, где молекулярный ротор остается тем же самым, тот же бодипи с винильным сместителем. Но здесь Ишмайл прикрепил в цепочке углеродной два положительных заряда. И мы думаем, что этот положительный заряд не позволил бы нашей молекуле полностью уйти внутри клетки в защиту клетки за счет глицептоза. И что эта метка у нас останется в плазматической мембране. И действительно так и получилось. Здесь вы видите, я надеюсь, вы видите слишком светло, конфокальные картинки клетки, где только мембрана, плазматическая мембрана, окрашена внутри, практически нет сигнала. Вот здесь немного более очевидное хозяйство этому. Если мы возьмем сечение через конфокальный имидж в каждой такой клетке, то мы видим, что только плазматическая мембрана дает нам сигнал. Внутри нет ничего. Конечно, если мы подождем дольше, если мы проведем полчаса за наблюдением за каждой такой клеткой, то мы начинаем видеть, что и внутри клетки накапливается сигнал, то есть эндоцитоз все-таки происходит. Но, что важно для нас, плазматическая мембрана остается окрашена, то есть мы можем усмирять ее вязкость путем усмирения времени к жизни. Это картинки Фрима для определения вязкости вот в этой плазматической мембране клетки. И что мы здесь видим? Плазматическая мембрана клетки у нас получается имеет вязкость 270 сантимулат. Ну а если мы подождем, когда внутренность клетки тоже будет окрашена, то тут мы видим два распределения. Одно 270 по-прежнему красненькое мембране. И внутри клетки синее распределение, которое дает нам более низкую вязку. Примерно 200 сантимулат. То есть примерно то же самое, что мы видели раньше с нашей предыдущей, более простой структурой меткой. Ну, мы очень были рады этим успехом новой метки с двойным зарядом. Но, наверное, что еще больше хочется обратить ваше внимание, это то, что эти картинки не занимают так много времени. Мы можем получить картинки вязкости за несколько минут. И это значит, что если мы хотим, то мы можем наблюдать за какими-то динамическими, интересными процессами в клетке, если они занимают больше, чем несколько минут. То есть если мы можем зарегистрировать имидж, то мы можем зарегистрировать их в сериях и посмотреть, что происходит в мобильной клетке во время какого-то интересного биологического процесса. И мы решили, потому что у нас был опыт в этой области, посмотреть за тем, что происходит во время фотоиндуцированной вгиблии клетки. То есть что происходит во время фотосинамической терапии. Опять же, я знаю, что многие из вас знакомы с фотосинамической терапией, но вот здесь такой небольшой мультик, чтобы объяснить, что происходит. Значит, фотосинамическая терапия это уже хорошо отработанный клинический метод уничтожения клеток, которые растут слишком быстро. Например, это то, что происходит во время раковых заболеваний. Но есть и другие заболевания, для которых метод ВДТ довольно важен при лечении. Что происходит? Пациенту укалывают фотосенсибилизатор, и через некоторое время он накапливается только в быстро растущих, обычно раковых клетках. Но при этом сенсибилизатор в темноте не производит никаких повреждений клеток, в которых он сидит. Он просто там накапливается. Если же мы облучим раковые клетки, в которых присутствует сенсибилизатор, красным светом, то наш сенсибилизатор начнет производить активные химические компоненты, например, сенсибилетный кислород, который убивает клетки, в которых находится сенсибилизатор. И в результате у нас оказывается счастливый здоровый пациент. Что же, какими свойствами должен обладать фотосенсибилизатор, чтобы работать в успешной фотосеномической терапии? Во-первых, он должен проникать в живые клетки эффективно, иначе не будет никакого эффекта. Молекула должна быть в нетоксичной темноте, потому что если мы не облучаем, мы не должны получать никакого эффекта. А также при облучении наша молекула должна производить какие-то цитотоксичные молекулы, например, сенсибилетный кислород. Но поскольку фотосеномическая терапия это уже хорошо установленный клинический метод, вы можете себе представить, что таких молекул довольно много. И в клинической практике, и в лабораторных, и в академических исследованиях. Но мы решили взять для наших тестов здесь довольно необычную молекулу, и структура показана здесь, сопряженный парфериновый димер. Почему мы это сделали? Во-первых, наш парфериновый димер обладает всеми этими свойствами, три свойства, которые я перечислила. Во-вторых, мы показали, что он убивает клетки не только в клеточных культурах, но и в мышах. И об этом я поговорю в конце доклада. Но самое главное, эта молекула является также молекулярным ротором. Я расскажу вам, как она работает на следующем слайде своей презентации. Ну а что сейчас важно нам, это то, что молекула одновременно является фотосенсибилизатором, то есть вызывает гибель клеток в процессе облучения, но также возможны измерения вязкости с помощью той же самой молекулы. То есть мы можем выполнить две функции одновременно. Убить клетку и померить, как при этом изменяется ее вязкость. Итак, почему же наш парфериновый димер является молекулярным ротором? Оказывается, что в парфериновом димере возможны две практически независимые фотофизические конформации. Планарная и твист. И здесь речь идет о взаимоположении парфериновых кольц в сопряжении или не в сопряжении. Они могут вращаться с разной эффективностью в зависимости от вязкости окружающей среды. Оказывается, что планарная конформация, где два кольца в сопряжении, она более низкая по энергии. Она обладает вполне определенной полосой лимонисценции, примерно на 800 мм. А твист-конформация, она менее стабильная. Она излучает на более высокой энергии, как вы здесь видите, 700 примерно на мм. Что же произойдет, если мы в невязком жидком растворе возбудим более высокую энергию твист-конформацию? Тогда в жидком растворе вращение ничего не препятствует. И твист-конформация очень быстренько перейдет в планарную форму. И тогда в невязком растворе, как, например, в метаноле, мы увидим в основном излучение на 800 мм. Теперь давайте подумаем, что произойдет, если мы повысим вязкость. Повысили вязкость, вращение из твист-планарной формы уже не так легко. Поэтому с возрастающей вязкостью мы увидим все больше и больше флюоризации из твист-конформера. Оказывается, мы можем очень хорошо откалибровать эту зависимость. Просто отложив по оси Y соотношение твист-планарных конформеров. И как вы видите, я надеюсь, вы видите эти экраны, или вот что там. Вы видите, что получается линейная зависимость от 200 мм. Твист-конформеров от вязкости. В очень большом диапазоне вязкости от 1 до 1000, а сейчас мы знаем практически до 10000 мм. То есть у нас понепляется калибровочная кривая для вязкости, измеренной нашими димерами, на 4 порядка по вязкости. Итак, у нас есть калибровка. Теперь мы можем производить измерения в клетках. Мы измерили спектры излучения нашего димера в клетках при облучении. То есть при гибре клетки во время фотодинамической терапии. Вы видите здесь, спектры изменяются довольно сильно за короткий промежуток излучения. Вот здесь показано просто при базе отношения трис-конформера от времени при облучении. Вы видите, что она очень быстро возрастает. От 1 до 1,7. Всего за несколько минут облучения. А потом все стабилизируется. Наверное, потому что все вододинамические процессы в клетке к этому моменту уже окончены. То есть клетка, скорее всего, уже мертва. Значит, что же за вязкость измерил наш коферин Вадимир? Мы, конечно, можем определить вязкость количественно путем использования нашего калибровочного графика. И получается, что в не облученной клетке вязкость составляет довольно высокую величину. Примерно 80 сантимуаз. Но что еще можно удивить? При облучении эта вязкость очень значительно возрастает. И в облученной, в мертвой клетке наша вязкость уже становится 350 или даже 400 сантимуаз. То есть такое первое очень интересное наблюдение, что при фотодинамической терапии один из главных диагностических параметров изменения состояния клетки – это вязкость. Конечно, я начала с того, что я сказала, нам не важно измерение в одной точке. Мы хотим получать картинки. Можете ли мы получать картинки с помощью этого метода? Оказывается, да, можем. Для этого нам просто нужно взять отношение 300 планарных информеров, их эмиссии, их плюоресценции, в каждой точке нашей картинки. Это очень легко сделать. И путем тамфокалии, микроскопии, и даже просто микроскопии с камерой. И вот картинка такой вот из индивидуальной клетки до и после облучения. И я хотела бы, чтобы вы заметили здесь две вещи. Первое, что вязкость к клетке далеко неоднородна. Мы здесь видим и оранжевый цвет, и сиреневый цвет. И это указывает на то, что действительно измерение в одной точке никогда бы нам не дали такого уровня информации. А второе наблюдение – это когда мы проводим фотодинамическую терапию, то есть клетка умирает при запятое облучения. Вся поверхность клетки теперь обладает более высокой вязкостью. Конечно, очень важный вопрос. Как это влияет, собственно, на бимолекулярные реакции, какой-нибудь маленькой молекулы в клетке? Действительно ли меняется вязкость? Или этот порфириновый димер просто связывается с какими-нибудь белками и так далее, которые меняют свою информацию? Я отвечу через несколько слайд на этот вопрос путем наблюдения за кратокоживущим сингетным кислородом. Но прежде этого мне бы хотелось упомянуть о совместной работе, которую мы проводим с несколькими людьми в Нижнем Новгороде. И вопрос здесь такой. Уникальный для порфириновый димер единственная ли это молекула на всем свете, которая обладает свойствами и молекулярного ротора, и фотосенсибилизатора для протезонимической терапии? Но оказалось, что нет. И как раз в группе Нарисы Григорьевны и Клапшиной был синтезирован вот такой порфиразин, который является аналогом порфирина, который обладает очень похожими интересными свойствами. Значит, что здесь есть необычного? Здесь у нас есть геодорно-акцентральная структура, которая, мы считаем, позволяет нам получить темновое состояние с переносом заряда. И, возможно, вот этот пенинный заместитель вращается, даже как в нашем ВДП, и приводит при низкой вязкости к заселению этого темнового, краткоживущего состояния. Как вы здесь видите, мы наблюдаем очень четкую, хорошую зависимость интенсивности при реализации от вязкости. Мы сделали эти измерения, опять же, в очень широком диапазоне вязкости от 400 до 6-7 тысяч сантиметра. И аналогично со временем жизни. Вы помните, что время жизни – это количественное, а не качественное измерение вязкости в случае наших муникулярных ротов. И, опять же, если мы увеличиваем вязкость, мы видим четкое увеличение времени вращения в реализации. Мы знаем, а также из работ Ирины Балалайбе и ее коллег, что проферазины отлично входят в наши индивидуальные живые клетки, причем распределяются интересным образом в различные органеллы. А также мы знаем, что при длительном облучении проферазины убивают эти клетки. То есть они действуют как косминципализаторы для протодинамической терапии. Что самое интересное, мы можем наблюдать значительное увеличение времени жизни в реализации, в реоблучении. Точно так же, как я описала, для профилиного демира. То есть мы считаем, что время жизни в этом случае является отличным диагностическим методом для гиблии клетки. Вот здесь, значит, картинка вискомпокального микроскопа. Необлученные клетки вот здесь. Мы облучили правый нижний угол нашего слоя клеток, содержащих проферазин, который нас интересует. И вы здесь явно видите по цвету, что правый нижний угол имеет совершенно другой цвет, чем остальная вся картинка. То есть время жизни, реалисценция, в этом правом нижнем углу, отличающая убитой клетке, обработанной фотосиномической терапией, значительно увеличилась. 20 минут облучения дало нам такую картинку. Более количественная форма. Мы сказали, вот здесь, инстаграммы времен жизни. Вот красная полоса здесь, это то, что мы видим в клетках до фотосиномической терапии. Но при проведении фотосиномической терапии с помощью проферазина появляется вот здесь новая полоса на 0,6 секунду, которая говорит нам о том, что клетки были убиты с помощью фотосиномической терапии. Интересно еще то, что вот мы взяли наши убитые клетки, а если мы производим точно такое же измерение, но в присутствии азидонатрия, азидонатрия – это очень хороший тушитель с ингретным кислородом. То есть в присутствии азидонатрия с ингретным кислородом не может оперироваться. Так вот, если мы проведем наш эксперимент в присутствии азидонатрия, наша клетка в время жизни, наша гистограмма остается неизменной по сравнению с неизмеченными клетками. То есть явно вот этот вот процесс связан с производством с ингретным кислородом. Вот мы сейчас активно продолжаем эти исследования совместно с ингретным кислородом и надеемся вскоре опубликовать эти наблюдения. Итак, я упомянула, что вот эти вот процессы гипереклетки наверняка связаны с производством с ингретного кислорода, который тушится один и натрия. Но еще ингретный кислород – это та самая маленькая молекула, реакция которой очень сильно зависит от вязкости среды, в которой он производится. И поэтому нам пришла в голову мысль. Было бы очень здорово проверить наши опыты по изменению вязкости путем непосредственного наблюдения за самим с ингретным кислородом. Потому что с ингретным кислород ни с чем не может связываться. Он может только быть произведен в клетке и дальше реагировать. И вот эти два процесса, они контролируются вязкостью среды, в которой он произведен. Итак, синглентный кислород, вы можете знать, я повторюсь, это низшее синглентное распоряженное состояние обычного молекулярного кислорода, который мы дышим. Что хорошо, что синглентный кислород можно непосредственно детектировать в инфракрасной области свинктора, 1270 мм. Те, кто занимается оптикой, понимают, что детектировать такой сигнал непросто. Тем более, что квантовый выход флюоресценции 10-6. То есть это на 6 порядков меньше, чем обычный флюорофор, который мы используем для инфракрасной области. И кроме того, у синглентного кислорода довольно короткое время жизни. Но, несмотря на все эти трудности, синглентный кислород довольно интересен для фотохимического сообщества. И довольно много было попыток его непосредственно детектировать. И, по крайней мере, одна группа научилась бы детектировать очень успешно. Это группа профессора Питера Огилпе, который работает в центре хобби, в дальнем, в Аркасе. И после того, как я узнала о работах Питера, это было много лет назад, я организовала очень успешное сотрудничество с его группой. И продала практически целый год в Аркасе, измеряя синглентный кислород в клетках. Там у них специально построен микроскоп, нам очень нравится картинка, который мы называем микроскоп для синглентного кислорода. И здесь мы можем детектировать сигнал синглентного кислорода, несмотря на его низкий квантовый выход, непосредственным наблюдением за клетками. Единственное, что нам приходится инкубировать наши клетки в депейрованной воде, а не в обычной, иначе мы синглентного кислорода не видим никогда. Значит, на этой схеме я просто очень кратко вам напомню, как синглентный кислород производится. У нас есть этот тот же процесс, который отвечает за фотосиномерный терапизм. У нас есть поглощение цвета синглентным состоянием нашего фотосенсибилизатора, который затем быстренько проходит интерферминационную конверсию и получается триплет. У триплет достаточно большое время жизни, чтобы он успел столкнуться с молекулярным кислородом. В результате этого происходит перенос энергии, и мы получаем синглентный кислород. Дальше синглентный кислород – это сильный окислитель. Он, опять же, диффундирует в клетке, и при столкновении с молекулами, которые он может окислить, он их окисляет. И мы можем непосредственно детектировать синглентный кислород путем наблюдения за его фосфористенцией. Что я хочу вам здесь напомнить, что оба процесса, вот это образование синглентного кислорода из триплета, его затухание в реакциях окисления – это диффузионно-контролируемые процессы. То есть они должны зависеть от вязкости окружающей среды. И когда мы детектируем синглентный кислород, во время разрешенного эксперимента мы увидим вот такую кривую – возрастание синглентного кислорода и потом его затухание. И мы и так рассчитываем, что обе константы, возрастание синглентного кислорода, они изменятся при измерении вязкости. То есть если вязкость увеличивается при кодезиномической терапии, мы должны увидеть это по кинетике фосфористенции синглентного кислорода. Ну и это в общем то же самое, что наблюдается в нашем эксперименте. То есть наша теория была верна. Вот здесь показаны три кинетики, превразрешенные кинетики образования затухания синглентного кислорода во время облучения клеток. Вот с этим вот фотосенсибилизатором. Называется TMPVP. Мы видим в первой кинетике время нарастания настолько коротко, что мы его не можем разрешить от инструментальных каких-то помех и рассеивания. Но в мере облучения клетки, как клетка умирает, вязкость увеличивается, мы начинаем видеть небольшое нарастание. А кроме того, если мы сделаем фитинг этих кривых, мы увидим, что время затухания тоже замедляется. Ну и больше, лучше всего это видно в третьей кривой, здесь прямо сразу видно нарастание и еще более медленное затухание нашего сигнала. То есть, действительно, обе константы получения и затухания синглентного кислорода замедляются гораздо очень сильно, значительно во время фотогеномической терапии. И этот вывод полностью соответствует тому, что мы увидели и поняли о использовании молекулярных роботов во время фотогеномической терапии. Следующий вопрос, который мы задали себе, это не можно ли мы избавиться от синглентного кислорода? Потому что, конечно, он хорош для теоретических изучений процессов диффузии клетки, и он очень хорош для фотогеномической терапии. Но если мы хотим использовать наш порфириновый дельмин просто в качестве зонда вязкости, мы не хотим производить синглентный кислород. Потому что синглентный кислород сам будет производить окислительные реакции и так далее. То есть, как нам избавиться в этом случае от синглентного кислорода? Оказывается, можно. И процесс такой. Значит, мы поняли, что не только спектры флюорисценции планарного и твист-конформера отличаются, но также их еще можно спективно разбудить. Вот здесь есть спектры возбуждения, я покажу, и видно, что спектры возбуждения твист-конформера довольно сильно отличаются от спектра возбуждения планарного конформера. Следующее, что мы сделали, это мы получили спектры возбуждения синглентного кислорода. Это более сложный, более интригальный эксперимент. То есть, что мы здесь делаем? Мы наблюдаем за интенсивностью флюорисценции, фосфорисценции синглентного кислорода. И мы измеряем, изменяем длину волны возбуждения нашего лазера. И получается вот такая клевая. Ну, я надеюсь, что вы поверите мне, но мы долго смотрели на эти два графика и сравнивали их. И, наконец, мы поняли, что вот эти вот спектры возбуждения синглентного кислорода, они практически являются копией спектра возбуждения планарного конформера нашего твист-мера. И из этого мы сделали следующие выводы. В вязкой среде, когда мы возбуждаем планарный конформер, он переходит в кислород и производится в ледокислород. Это важно для фотосинамической терапии. Но когда мы возбуждаем в вязкой среде твист-конформер, вот здесь 450 мм, вот эта полоса, то в вязкой среде он не может конвертироваться в планарный, но еще оказалось, что он также не может конвертироваться в кислород. То есть при этом синглентного кислорода производится мало или вообще не производится. Таким образом, мы создали такой вот график выхода синглентного кислорода. Но что здесь важно? Что когда мы хотим использовать наш парфириновый демент для фотосинамической терапии, мы можем непосредственно возбуждать планарный конформер, и при этом будет произведено большое количество синглентного кислорода, и будет наблюдаться гибриклетки. А если мы хотим использовать наш демент в качестве молекулярного ротора, который производит минимум синглентного кислорода, тут мы можем возбуждать нашу молекулу в полосу поглощения твист-конформера. Синглентного кислорода производиться не будет, и мы можем использовать эту молекулу для измерения мязкости. В заключение своего доклада, мне бы хотелось немного вам рассказать о фотосинамической терапии путем двухфотонного поглощения, с более, что мы вынесли применение фотосинамической терапии в названии этого доклада. Значит, двухфотонное возбуждение требует того, чтобы вместо того, чтобы один фотон света поглощался нашей молекулой водосинципализатора, мы поглощаем одновременно два фотона света, и производим при этом то же самое возбужденное состояние нашей молекулы. При этом мы рассчитываем, что все остальные процессы, конверсия в тепле и производство синглентного кислорода осталось одними и теми же. Но при этом двухфотонного облучения есть несколько довольно заметных преимуществ. Например, для двухфотонного поглощения нам нужен красный свет. Длины волны вдвое больше, чем однофотонное поглощение. А это значит, что двухфотонный свет глубже проникает в ткань и в кожу за счет меньшего поглощения и рассеяния такого цвета. А что еще более важно, двухфотонное поглощение света – это нелинейный процесс, потому что нам требуется два фотона. А это значит, что вероятность этого поглощения будет зависеть, будет пропорционально не линейной интенсивности нашего лазера, а квадрату интенсивности, квадрату мощности. И реально это значит, что только в самом фокусном объеме лазера, в одной точке микрометра в кубе, мы получим значительное возбуждение нашей молекулы и нашего готосенсивилизатора. Тогда как в процессе однофотонного облучения мы получаем конус свет. Почему это может быть важно? Например, при заболевании взрослой молекулярной дистрофии наблюдается очень активный рост кровеносных сосудов в макуле за сетчаткой. И это приводит к искажению, повреждению сетчатки, и часто это кончается потерей зрения в людей в старшем возрасте. Ну вот сейчас одно из лечений для эмакулярной дистрофии это однофотонная фотозинамическая терапия. То есть нам необходимо облучить вот этот кровеносный сосуд, содержащий готосенсивилизатор, и тогда он закроется и перестанет расти. Но если вы представите себе однофотонное возбуждение конусом свет, если хоть какое-нибудь маленькое присутствие готосенсивилизатора наблюдается в самой сетчатке, мы можем повредить сетчатку. И это может приводить к рецидиву и просто к слепоте самого себя. Поэтому мы решили, что здесь есть место для двухфотонного облучения, для двухфотонной фотозинамической терапии. Потому что если мы облучим этот сосуд в одной точке, в один икрон, в губе, то тут у нас получится просто закрыть кровиток вот в этом одном сосуде. И мы не повредим сетчатку. Ну, проблема вот с применением двухфотонной терапии, фотозинамической терапии, обычно та, что многие молекулы неэффективно влачают двафотонных сеток. Но совместно с группой Хайя Терсена в Волсфете и группой профессора Дэвид Филлипса в Эфирио, я была у него в основном группе, мы разработали целую серию порфирина латимера, которые, собственно, являются наукулярными роторами. Но важно то, что здесь коэффициент двухфотонного воплощения 10 или 20 тысяч гектар-майер единиц. То есть это примерно на 3-4 порядка больше, чем обычные порфирины, обычные вотосенсибилизаторы. То есть мы можем возбудить вот эти молекулы очень эффективно с помощью двухфотонного света. А значит, мы можем произвести большое количество с 8-летнего кислорода и, может быть, даже убить клетку. Вот такая была у нас теория. Мы подтвердили, что все эти молекулы входят в клетки в разные органели, как вы здесь видите, из конфокальных карцинок. Но все они эффективно проникают в клетки. И вот следующий эксперимент здесь показывает, что также они являются отличными сенсибилизаторами для однопотомной, в этом случае, подсинамической терапии. То есть вот серые столбики — это контрольные эксперименты в темноте, когда мы не облучаем клетки, а просто ввозим туда вот сенсибилизатор. Вы видите, жизнеспособность клеток 100%, плюс-минус. И это значит, что наш демет без света нетоксичен. Это хороший результат. Теперь, если мы облучаем все эти образцы светом, то, по крайней мере, в трех случаях, это случаи в положительно заряженных деметрах, мы видим, что неспособность клеток полностью исчезает. То есть мы убиваем клетки с помощью фотосинамической терапии. Это однопотонный эксперимент. То есть здесь мы используем красный свет, длиной волны 650-680 мм. Но мы можем сделать этот эксперимент и с помощью двухфотонного облучения. Вот здесь мы используем светлые волны 865 мм. Здесь клетки инкубированы в чашке рядом с объективным микроскопом. То есть этот эксперимент проводится и облучение, и наблюдение с помощью микроскопа. И мы, если наблюдаем за этими клетками, в течение нескольких часов, 4-6 часов, мы видим, что происходит апоптоз. Клетки отрепляются от подложки, мёртвые клетки, и исчезают из нашего поля зрения. Мы можем количественно оценить смерть в клетке. И здесь мы видим дозу, необходимую для убиения 50% клетки, против мощности лазера. И вот что подтверждает, что у нас двухфотонный процесс, это то, что градиент, это кривой, составляет ровно 2. В случае однофотонного процесса, это было объединиться. Мы можем ввести наш парфириновый димер к мышам, и наблюдать дальше в модели окна на спине мыши, на конфокаливании на двухфотонном микроскопе, мы можем наблюдать, что наш димер действительно проникает в кровеносные сосуды, в системе мыши. И мы видим с помощью гиперспектрального имучинга, что димер должен окапливаться во всем других футболях мыши за несколько часов. Самый главный результат, пожалуй, это, что мы показали, что в сложной системе кровеносных сосудов, вот в мышиной, в окне мышиных сосудов на её спине, мы можем облучить всего один кровеносный сосуд, вот здесь произошло облучение, и через несколько часов мы видим в методном томографии, что кроветок именно в этом сосуде прекратился. То есть сосуды до фокуса лазера и после фокуса лазера повышены не были, а вот именно этот сосуд мы здесь видим на разных увеличениях, через 4 часа облучённый сосуд не показывает никакого кроветока. И значит, мы смогли успешно закрыть этот сосуд, и, возможно, в этом методе есть некоторые потенциалы для применения, для лечения заболеваний в нежных тканях, например, в глазу человека и так далее, где важно не повредить окружающую область. Здесь действительно есть потенциал для применения двухфотонного метода. Закончу я выводами. Я надеюсь, что я хоть немного вас убедила, что муэкулярные роторы, в принципе, идеальные зонды для определения вязкости и подвижности. В нескольких гетерогенных системах я показала вам результаты про клетки, но есть много других применений. Материалы, атмосферные, химии и так далее. Все наши измерения в клетке с помощью муэкулярных роторов указывают на очень высокую вязкость, то есть больше 100 сантимуаз. И это говорит нам о том, что наши роторы, все сантимизированные на этот день, они в основном концентрируются в вязких областях клетки, например, ликвидных мембранах. Мы тоже знаем, установили нашими экспериментами, что вязкость в клетках неоднородная, и поэтому нам нужно измерять эту вязкость не в одной точке клетки, а создавать картинки и делать множество. Мы последили за тем, как циклентный кислород зависит от вязкости клетки. Мы установили, что действительно зависимость есть, и зависимость меняется в зависимости от фотодинамической терапии. И для профериновых димеров мы показали, что возможно контролировать производство сантиметного кислорода, и в зависимости от нашего желания можно создавать либо зонт вязкости в клетке, либо очень эффективный агент для фотодинамической терапии, в том числе двух фотонов в фотодинамической терапии. Ну, вот эти ребята работают в моей группе, и, собственно, они делают все работой. Сегодня я рассказывала о работе Синабин, про микробузыки, работе Ишмаила, который синтезировал новый зону BDP с двойным зарядом. Ауримас и Нерри работают над ферилиным димером. Довольно, наверное, интересно. Вот Мария, стоящая здесь серединке, работает по проекту Ларисы Клапшиной с портерозинной клетки. О работе остальных ребят у меня сегодня не было времени рассказать. Также, конечно же, я хочу поблагодарить своих многочисленных лабораторов, без которых такая сложная мультидисциплинарная работа не смогла бы просто состояться. Я упомянула многих уже в течение доклада Нижнего Нового Протворительства и Ирина, Питер Огилл и Варкусе, отличное сотрудничество многолетнее по определению с ингредиентом кислорода. В Оксфорде мы коллаборируем с группой Харри Андерсона, которая, собственно, синтезирует все порфириновые димеры, о которых я рассказала. И задача, я вам скажу, не для реальности. То есть 5 азонов группы Харри синтезирует 10 миллиграммов в периодом тиметра в течение нескольких лет. Но, тем не менее, это молекулы с исключительными электронными и бодифизическими свойствами. И здесь не початый край работы, на который можно делать с этим молекулами. И вот коллаборатор Иллинор Стральф, специалист по микрофузелькам. Также финансовая поддержка. В основном мое финансирование приходит от Кодеку Международных Исследований Англии, называется «Ингрессорский». Но сейчас тоже между королевским обществом, которое совместно с ЭПФИ финансировало наш край с Ларисой, по которому я, собственно, сюда приехала. И оставлю вам такую забавную картинку, которая появилась на обложке журнала ВСИСИП, и в котором, собственно, есть обзор нашей работы до 2012 года по молекулярным ротам. Если интересно, почитайте. Спасибо большое за внимание. Я всех утомила, все молчат. Спасибо, конечно, за прекрасную лекцию. Как можно вообще, каким способом повысить вязкость пленки? То есть как можно воздействовать, чтобы очень быстро на несколько порядков вязкости увеличить? Или наоборот с инфекцией? Есть какие-то приемы? Ну, вот тут физиономическая терапия, например, как ясно из наших данных. В принципе, было до нашей работы много статистических работ, когда люди пытались уменьшить объем или увеличить объем клетки. Путем, например, шелкной солевой концентрации. Тогда клетка сжимается, и люди предполагали, что при этом увеличится вязкость. Но здесь мы говорим о вязкости водного слоя цитоплазма клетки. И, как выяснилось, вязкость увеличивается очень ненамного. То есть с одной трех сентяплаза она может быть увеличиваясь до пятишести, не больше. То есть вот на настоящий момент единственный способ, какой мы видим в наших экспериментах увеличение вязкости, это осуществление белков в римлян. При этом, вероятно, происходит связывание ненасыщенных каких-то хвостиков от липидов или белков. И при этом, в общем, видимо, появляются какие-то карманы в маленьких подвижностях, где наш лёдор сосклевает и секретный кислород, и показывает высокую вязкость. Правильно я понимаю, что генерация секретного кислорода это потому, что просто процесс клетки останавливается. То есть клетка – это процесс, не свободный структурный, это процесс, непрерывный процесс превращения одного в другое. И когда секретный кислород, ну, так сказать, нарушаются эти процессы, тогда всё, скажем, химический реакция автоматизируется, диффузия прекращается, в этом кислород растёт клетка. Мне кажется, что это было бы очень простое, это очень простое было бы объяснение того, что происходит. То есть есть два варианта. Есть вариант, что какие-то секретный кислород действует на какие-то фундаментальные метаболические процессы клетки, и при этом остановка этих процессов сопровождается увеличением вязкости. Например, какие-нибудь белки входят внутрь клетки или где-то там, ну, собираются, и наличие этих белков вызывает замедление диффузии. То есть я не думаю, что если у меня этот кислород вот так просто, просто увеличает, замедляет диффузию, наверное, там более сложный биологический процесс. Я не биолог, но мне так кажется, что, может быть, увеличение вязкости – это вторичное какое-то, вторичное показатель сверх клеток. Ну, а если, скажем, увеличить вязкость в отсутствии сибирна, то слабо не перейдёт этот кислород или клеток? А как? То есть единственное, единственное, ну, пускатурис фиксирует клеток, то есть добавляет, потому что ликита, или там, метанол, метанол, и так далее. Вредом, конечно, диффузия прекращается. Но я не думаю, что клеток умирает за счёт отсутствия вязкости. Наверное, просто в какие-то другие ещё более важные металлические процессы. Вы правильно говорите, это очень возможно, что если полностью увеличить вязкость, то процессы остановятся. Ясно же, что если даже воду заместить на дистиллированную воду, то просто у тебя колебания более медленные уже клеток умрёвчатся какое-то время. То есть метаболизм уже не работает. То есть приёмная вода лечена. Оказывается, можно выпить до 3 литров, и это не влияет на что. То есть она не токсична. Но если клеток полностью провести в среду, то метаболизм нарушен. Это точно. Спасибо большое за репутацию. И вот вы показывали функциональные маркеры флюоресцентные. Это один из видов функционального маркера. Клеточная культура. Или если на животных, то вот в этом модели окна, да? Да. А есть ли какие-то перспективы для колл-годин? Ну, это нам бы очень хотелось. И в частности, наша надежда на сотрудничество с Нижним Новгородом, что здесь отличная база работы с животными. То есть у нас, у меня пока и переплоды, ни такой возможности нет. И мы ещё считаем, что вот эти метки, они позволят нам разработать неплохой диагностический метод гибели клетки. И мы считаем на данный момент, что эта гибель необязательно должна быть от фотосиномической терапии. Может быть, просто гибели клетки. То есть пока мы концентрируемся на ВДТ, потом посмотрим просто на гибели клетки. И пока на клеточных образцах, потом будем надеться на тканью, но и в конце концов целиком на организме. Конечно, чтобы смотреть на организме, нам нужны красные метки. У нас есть несколько красных методов, то есть для того, чтобы свет мог глубже проникнуть в ткани, и потом мы увидели сигнал обратно. То есть возможность такая есть. Мы пока ещё только начинаем исследовать эту область, но есть много показателей положений. Спасибо большое за лекцию. Очень интересно. Надеюсь, что школьники и студенты тоже много поняли. Скажите, пожалуйста, не сравнили ли вы свои манипуляренные роторы, как сенсорная вязкость, особенно мембранный этот интересный ротор, с другими методами исследования. Ну, например, атомная саловая микроскопия, атомная хорс-микроскопия, они позиционируют, что тоже измеряют вязкость мембраны, и особенно могут детектировать реакцию антител-антител, ну или элегант-рецептор. Вот не было у вас таких провод по изменению вязкости мембраны, когда происходит это событие, или сравнивать с другими методами. Это очень хороший, интересный вопрос, и совершенно точно для того, чтобы научное сообщество вообще приняло в себе в лоно наш метод, нам нужно обязательно сравнить с уже существующими хорошо установленными методами. С атомной микроскопией мы пока не сравнивали. И вообще, насколько я знаю, есть мнение, что атомная микроскопия, когда тип прикасается к мембране, в основном она чувствует сопротивление это со скелетной клетки, а не самой мембраны. Конечно, если есть просто мембраны, и нету, собственно, самой клетки, то тогда будет мембрана. Пока мы их и не делали, но это, безусловно, очень интересный процесс. Я знаю, недавно появилась статья в Джаксе, где муникулярный ротор использовали для детектирования вот этого события связывания антитела с антигеном. И это произошло за счет того, что муникулярный ротор был ковалентно перешит очень рядом с местом связывания. То есть при связывании его вращение полностью замедлилось, и поэтому повысился флюоресцентный сигнал. Значит, расскажу вам очень быстренько, что мы и делали. То есть мы сравнили наш булькулярный ротор, мембране, с методом флюоресцентной коррелизационной спектроскопии. То есть это очень хороший установленный метод определения коэффициентов диффузии. И очень много его использовалось с различными группами для определения коэффициентов диффузии в различных фазах в ликвидных слоях. И из тех данных, что пока есть у нас, но они не обширные данные, но они опубликованы, мы видим корреляцию сигнала времени жизни мембранного ротора с увеличением коэффициентов диффузии методом ФСС. Спасибо. Да? Да. Вы сказали, что при гигипетке газовый уменьшился, а имеет значение в каком образом гигипетке? А плосы, не плосы, не ослабляя импульс? Пока нет. Это, конечно, очень важное замечание, потому что я думаю, при тех интенсивностях облучения на микроскопе, конечно, у нас получается микроз. То есть апоптос просто по временной шкале не подходит. То есть мы видим реакцию на наше облучение в течение 3-5 минут. То есть, конечно, мы просто молотком, тапором по клетке пьем, и она умирает сразу. Мы видим, что этот процесс зависит от смелетного чусорода. То есть, наверное, это говорит нам, что там, на механизме. Но следующим пунктом нашей программы это посмотреть действительно на апоптос, что происходит при этом в клетке, а также на смесь клетки не за счет синонической терапии, а за счет, например, каких-то противораховых препаратов. Мы пробовали цисплотить, мы пробовали посмотреть, что происходит при облучении, при облучении, при добавлении клетки циалиру и калия. И мы видим, что вязкость изменяется. Но пока у нас нет точных данных, потому что там всякие технические трудности с этими измерениями. В общем, да, идея очень хороша, чтобы попробовать разные способы гибридмета, и что будет. А вязкость настолько сильно от температуры зависит? Значит, например, в метаноле-пилетериновых смесях вязкость от температуры зависит очень сильно. И также она зависит в мембране, например. Но мы установили, что наши молекулярные роторы не зависят от температуры. То есть как мы это сделали? Мы приготовили смеси, например, метаноле-пилетеринов для разного состава, измерили их при разной температуре. Понятно, что когда мы меняем состав, например, больше глицелина, вязкость увеличивается. Когда мы увеличиваем температуру, вязкость уменьшается. Таким образом, мы можем путем измерения смесей и изменения температуры, мы можем протестировать очень широкий диапазон вязкости от 1 до 10 тысяч сантимуаз. И что интересно, все клевы и всех растворителей при разных температурах накладываются одна на другую. То есть мы из этого делаем вывод, что наш молекулярный ротор отвечает, вот его сигнал, только вязкости. Ни температуре, ни составу смеси. То есть, хотя температура влияет на вязкость, не знаю, как в клетке, мы не меряем, но в модельных мембранах, в звальных крепидных слоях точно меняется очень сильно. То есть меняется буквально от 1 сантимуаза при очень высокой температуре до практически 1000 сантимуаз при, скажем, 4-5 градусах по Цельсию. Я правильно поняла ваши вопросы? Тогда, может быть, уже завершим лекцию. Опыт был с мышкой, я помню, да? Облучание сосудов. Да. А вот после облучения сосудов с самой мышкой изменения были? Ну, просто по всяким нормам работы с животными нам пришлось эту мышку перевести из лучших листа. Но облучение происходит на уровне, ну, не знаю, 20 квадратных микрон. То есть, в принципе, самой мышкой именно от облучения, конечно, ничего страшного не произошло. Но при этом мы ввели фотосенсивилизатор в хвостовую вену. То есть, как бы, ну, там много чего мы добавили мышки. То есть, в общем, мы не изучали токсичность животных в течение многих дней. Но я думаю, конечно, что, может быть, это не очень хорошо. Хорошо. Все? Спасибо.